привет всем давно мы не виделись поэтому хочу сегодня поделиться нашими впечатлениями о жизни в канаде и дальнейшими впечатлениями наших соотечественников с которыми мы ходим на курсы английского языка то есть это будет общее обобщенное мнение наших именно украинцев которые приехали на период войны сюда в калгари в канаду первое конечно кого всех первое впечатление что немножко шокирует наших людей когда они сюда приезжают это естественно высокие цены это высокие цены которые поднялись на аренду жилья на стоимость машин и на продукты в супермаркетах первое время естественно когда вы заходите в магазин вы начинаете лихорадочно переводить доллары в гривну это у вас вызывает первый шок но потом когда проработав здесь определенное время вы понимаете что при соотношении вашей заработной платы стоимость продукта в магазинах не настолько и высоко и высоко следующее вот что именно немножко шокирует наших людей именно в калгари то это климат климат у нас в украине именно в наших южных районах где мы жили до этого то он больше похож на климат британской колумбии то есть там влажный климат более теплый то есть именно там где климат влияет именно морской воздух те кто проживает соответственно не убрал свеки там больше именно преобладает тоже морской влажный воздух но там очень-очень ветрено те кто проживает в онтарио там более теплый там более теплый климат более мягкие зимы наши знакомые которые жили какой-то период в соскочеване говорят о том что там более климат жаркое сухое лето конкретно есть все поры времена года то есть именно осень зима весна но зима там сухая и вот она если как говорится достигла своего пика минус 35 минус 40 то эта погода эта температура остается практически длительное время для калгари именно для альберты характерно резкие смены климата в зимний период ну просто приведу пример буквально недели две назад у нас была температура минус 25 минус 22 выпал снег было очень холодно морозно потом буквально через две недели неделю полторы подул теплый теплый ветер так называемый шинукс гор и температура начала повышаться то есть вот сегодня у нас температура была днем всего лишь минус 2 даже на солнышке она доходила до плюсовых температур потому что все таяло капало и тот же снег на дорогах там где и в местах где он не расчищался то он превратился в сплошную месиво кашу то сегодня в ночь уже обещают минус 14 с понедельника опять температура опускается до минус 30 минус 35 то есть для всех людей кто метеозависим и кто ощущает вот такие перепады температуры то это естественно оказывает негативное влияние на их здоровье кто-то кто более мечи метео чувствительные это ощущают когда мой муж отвозят детей в школу то там как он рассказывает у них такая небольшая сходка пятачок где сходятся все наши украинцы которые привозят своих деток внуков на обучение в школу делятся своими новостями впечатлениями и потом соответственно разъезжаются либо же встречаются в тот момент когда забирают своих деток либо встречаются на концертах которые вот кстати будет скоро рождественские концерты которые детки подготовили для родителей то некоторые особенно бабушки и лица пожилого возраста говорят о своих проблемах со здоровьем о негативном влиянии такого климата и люди говорят что посмотрим еще как тут будет и если такое же будет продолжаться и ситуация не улучшится со здоровьем то к весне эти люди уезжают назад в европу что еще хотела вам рассказать это общая тема которая как говорится только ленивые и не обсуждает эта тема медицины в канаде но хочу сказать многие и ругают некоторые довольны медициной в канаде некоторым нашим украинцам очень даже повезло то есть они оказались в нужное место в нужном месте попали как раз в руки очень талантливых и хороших хирургов и докторов и семейных докторов которые их отправили непосредственно к этим докторам то есть им оказали очень очень высококвалифицированную медицинскую помощь там своевременно человека прооперировали не хочу вникать во все подробности стоимость такой операции которую провели этому мужчине молодому доходе до полторы миллионов долларов если бы не было у человека страховки то я думаю то этого не покрыли они бы не в состоянии были оплатить эту операцию все окончилось благополучно человек теперь восстанавливается выздоравливает у обычной медицине конечно так как я сама работала в сфере медицины могу сказать что она кардинально отличается от медицины у нас в украине где буду говорить о медицине нашего городка в котором я работала где мы проживали там семейный врач всегда у тебя на телефоне то есть в разумных пределах даже вечером и какая-то экстренная ситуация ты можешь даже поздно вечером либо рано утром позвонить своему доктору потому что все они были с рабочими мобильными телефонами то есть ты мог прийти рано утром в поликлинику как только она открылась зайти к своему семейному доктору решить все свои проблемы сдать все необходимые обследование получить направление на анализы назначение доктора если ты уже знаешь и твой доктор знает что это твое больное место знает что без антибиотиков это только тянуть время то есть это еще усугубится ситуация намного больше то тебе сразу назначают антибиотики которые ты уже знаешь который ты принимал то есть выписывают тебе те медикаменты которые тебе всегда помогают и на этом проблема разрешалась ты все это получал и пришел домой спокойно начинал процесс лечения здесь ситуация немножко другая по опыту наших знакомых когда заболели детки они сразу знаю всю эту систему обращали к семейному доктору детки простуживались мама уже знала что это не банальная простуда потому что наблюдая за детками в течение одного-двух дней она понимала что это не банальная простуда что это уже начинается у детей ангина обратившись к врачу врач семейный говорил нет 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 это вирусная инфекция сейчас все болеют вот пожалуйста пейте таллино ладвила температурки пейте много жидкости водички вот если температурка не пройдет течение трех дней только тогда обратитесь через три дня естественно мама обращалась потому что температура не падала у детей ужасно начало болеть горло детки не могли не пить больно было говорить миндалины увеличивались появлялся налет на миндалинах обратившись опять к семейному доктору доктор просят уже назначать антибиотики потому что знают какой именно антибиотики им помогал нет доктор говорит нет ваша украинская медицина она более жестко мы так не лечим мы можем сделать вам мазочек делают мазочек посеве с горла на микрофлору ожидают еще три-четыре дня пока приходит результат детки тоже не получают никакого лечения кроме от вилла и брызгане в горло каких-то пшикала которые есть в аптеке в открытом доступе получив результат через четыре дня высевается микрофлора назначается самый легкий антибиотик пьют пропивают антибиотик до температура падает состояние улучшается через неделю детки идут в школу и через неделю ситуация повторяется вновь опять обращаются к доктору доктор опять их смотрит мама в отчаянии она просит у доктора дайте нам тот антибиотик который нам помогал в украине доктор говорит нет я опять вас посею опять детки лежат неделю с температурой опять пока приходит результат и только после этого доктор назначает тот антибиотик который они просили пропив антибиотик ситуация налаживается и только тогда детки идут в школу ну чтобы вы понимали этот процесс занял три недели три недели с момента заболевания деток и с момента когда все таки семейный врач назначит тот антибиотик который действительно помог и в лечении их проблемы но также чтобы вы понимали это родителям приходилось отпрашиваться с работы так просто так семейному доктору не попадешь то есть ты назначал appointment ты должен был приезжать только в то время которое тебе назначено это нервотрепка это нервы это здоровье детей то есть чтобы все это понимали поэтому наш совет и совет всех знакомых которые сталкивались подобными ситуациями ищите русской или украиноговорящего доктора семейного с которым вы сможете договориться который вас поймет который будет более снисходительный который будет больше понимать вас которому вы более доходчиво сможете объяснить всю ситуацию вашу проблему да этот процесс будет не быстрым к некоторым русскоговорящим или украиноговорящим докторам очередь наши знакомые ждали эту очередь пять месяцев поэтому постарайтесь найти такого доктора и чтобы вы могли этому доктору доверять и хочу с такой немножечко вот этой темы уйти и вернуться к более хорошей теме это к теме рождества хочу сказать что рождество в канаде это один из самых значимых праздников к нему готовятся здесь намного дольше чем другим праздником как только оканчивается хэллоуин все атрибуты все товары которые соответствуют этому празднику все это с прилавка в магазинов убирается и буквально за ночь весь ассортимент меняется полностью на рождественский то есть придя на следующий день магазин после хэллоуина мы увидели полки заваленные товарами которые относятся к рождеству это гирлянды это всевозможные украшения это веночки на двери здесь так принято вешать здесь всевозможные украшения на окна это всевозможные инсталляции это елочные игрушки это искусственные елки это какие-то веточки это букеты то есть все что касается рождества за два месяца уже полностью есть магазинах даже в магазинах одежды вывешивается огромное количество рождественских свитеров кофточек пижам рождественских подарков буквально неделю назад когда внук пришел со школы у них была тематическая именно какая-то тема дня им нужно было всем прийти абсолютно всем прийти в рождественских свитерочках прийти с рождественскими кружками то есть была именно такая тема дня тема рождества то поехал магазин наши дети обнаружили что уже нет такого количества свитеров которые были буквально два месяца назад но естественно они купили но покупали уже из того что было поэтому очень очень много все прикладывают к этому семьи большие усилия вечером ходить наблюдать за домами за дворами за городом ночным калгари это очень большое удовольствие потому что все очень сияет все сверкает все украшено и это очень очень радует глаз на этом я думаю можно будет закончить нашу сегодняшнюю встречу если вам понравилось ставьте лайки пишите комментарии на этом у меня все до новых встреч пока пока